Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Аминь. Какой-то вопрос тут у вас? У меня вопрос такой, я там на днях замечал, как вы находили в интернете информацию, где ограбили храм один. Ну и там батюшка как бы расстроен сильно, и якобы он обвиняет тех, что кто-то снимал там у него, не знаю, режиссеры какие-то были, или кто там был, якобы засняли, и это видео было в интернете. Потому что вор, которого поймали, он сказал, что он взял из сети, с интернета взял видео, и по этому видео он там вычислил, какие иконы ценные там или как, и ограбил. То есть, что вы, ну как батюшка в этой ситуации вообще-то должен поступить? Что он, на кого он, ну, жаловаться на кого или не жаловаться? У батюшка-то что-то, как он свои эмоции-то куда направляет? Ну, куда он направляет? Ну, куда он должен их направить? Он направляет на тех, кто снимал, якобы там, вот. Что они виноваты. Да, что они виноваты. Что если бы они не сняли, не снимали, ну снимали-то он знал про это, что снимает-то? Он там был, когда снимали? Ну, наверное, знал, конечно. Ну и... Он знал, да, он знал. Знал. Ну и что? У него что, отношения теперь нарушились? А он их, те, кто снимал-то знал, это свои люди были или чужие? Ну, знакомые были. Знакомые были. Значит, он недоволен имя теперь? Он имя недоволен, да. Ну, смысл понятен. У меня эти темы, это, такие темы были. Я в интернет уже заходил до этого, смотрел. Ну, а как же вот казанскую икону Божьей Матери до революции своровали? Это самая ценная была икона. И по сегодняшний день нигде нету. Никакого интернета еще не было. Причем тут интернет-то, непонятно. Это вор сказал так, вор. Он сказал так, а ты не означаешь, что именно так. Это первое. А потом, я занимался такой темой, то здесь с конца края нет, сколько оборовали. Я так и не узнал, сколько. Счету нету. Вот в МГУ, Московский государственный университет, там Максим Козлов у них, протеерей, видимо. И у него там икона была, мученица Татьяна с ее мощами. Она ценная была, там какими-то цепями они ее там приковали. И вдруг приходили два мужчины днем, они уж я не меня не обратили. Да они все это размонтировали, унесли иконы, по сегодняшний день нету. Батюшка там, не знаю, там такие статьи он этих, которые взяли-то. Причем тут интернет, когда открыта, икона открытая, лежит на аналое, студенты все ее видят. И она лежала там, может, давно уже, не один день. Так любой может зайти. Любой может зайти. И заснять, может, скрытая. Икона-то не для того, чтобы ее в подполе прятать-то, в сундуке держать-то. Но если он, батюшка-то что, если он, батюшка, так у него еще других икон там нету или что? И ему икона нужна, или она ценность? Очень ценная там, она такая дорогая. С чем она ценная, я не пойму, икона? На ней жерелье. Может, золото какое-то было, оправа какая-то, золотая оправа, ну, не знаю. Ну, ценят, что старинные там где-то давно. Ему-то это зачем? Батюшке-то. Если молится, он молится, иконы все убери, он будет молиться. И стоит из-за этого терять отношения с людьми там и прочее-то. Я посмотрел, как с ворами обходиться надо. Вот кто-то бы надо, чтобы считал здесь. Сможешь считать? Давайте попробуем. Давай. Евреям 10.34. Давай, считай, считай. Ибо вы моим узом сострадали. Моим узом. И расхищение имение ваше приняли с радостью. Понятно. Вы их украли. Что, с радостью надо принимать-то? А с печалью нет этого нигде. Ян Затаус говорит, ты пришел в храм и молишься. И в храме тебя обокрали. В карман залезли-то. А, да тут нельзя зайти. И одни ворюги собрались. Вот сатана это и хотел. Он стоит и хлопает в ладоши. Тебя от молитвы отбил. Теперь ты на священника недоволен, на церковь. А сатана этого и хотел. Он еще раз обкрадет тебя. Еще раз. Ты сделал то, что сатана хотел. А что ты должен был сказать? Да будет это как милостыня. Я не подаю милостыню. Прими. И Бог примет как милостыню. И сатана, говорит, отскочит оттуда, как обожжен. Он больше к тебе близко не подойдет. Батюшка, ты что, это не читал, что ли? Это Иоанн Затаус говорит. И вот прямо написано, говорит, расхищение имения вашего, вот, расхищение имения ваше приняли с радостью. Это что, разве только к нам написано? Вот оно. Выделим. Зная. Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Значит, он не знает, батюшка, он себя обличил. То есть он хороший, может быть, жертвенный батюшка, там, любит его. Но вот коснулось его имения, и у него все теперь прахом пошло. Иконы там вернули, и мы нашли раз, где-то есть что-то. Да там я... Да они обычно это продают. Может быть, одну из десяти вернули там. Вот так. Дальше что? Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Обещанное, воля Божья такая, чтобы вы не роптали, за все благодарили написано. Это считаемый писал Никитин, 1, 5, 18. За все благодарите, первое послание. За все. Соворовали, благодарю тебе, Господи. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий приедет, и не умедлит. Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Вот поколебался от чего, потерял спокойствие, теперь он не спит, может быть, аппетит пропал, теряет отношения с людьми, которые наводки никакой не давали. Если они виноваты режиссеры, там кто у него были-то, он может в суд подать, но суд что скажет, он еще наводил их. Преступник знает их, не знает. Вы видели, что снимали? Да при мне, он может сказать. Тогда какой вопрос-то? Почему не охранял? Или еще иконы себя не могут защитить? Они же иконы, божественные. Они не могут себя защитить. Ты понимаешь, за этим сколько стоит? Дальше, что там ценное было? Мы же не из колеблющихся на погибель. Настоим в вере к спасению души. Стоим, то есть реагируем правильно на все события. А это колеблется душа, он теперь спокойствие теряет. Где этот батюшка-то? Найти его, написать ему. Я говорю, Максим Козлов, МГУ. Прямо написать. И дальше, послание Иеремии. Бывает так же, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро, и употребляют его на себя самих. То есть, идолы в Вавилоне. Ну, они деревянные, там какие, железные стоят. А они из них украшения-то берут серебро, золото, и на себя употребляют жрецы. Уделяют из того и блудницам под их кровом. Украшают богов золотых и серебряных. И деревянных одеждами, как людей. То есть, они ценные у них очень. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя бы лечены в пурпуровую одежду. Вот так. Называется оклад у иконы, оклад. Обтирают лице их от пыли в капище, которой на них очень много. Пыли этой. Имеет и скипетр, как человек-судья страны. Но он не может умертвить виновного пред ним. Да. Имеет меч правой руки и секиру. А себя самого от войска и разбойников не защитит. Прямо говорится. Прямо. Он не может защитить себя. Отсюда познается, что они не боги. Итак, не бойтесь их. Вот и все. Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги. Деревянные и оправленные серебро и золото. Вот эти оклады такие, значит, ценные для него. И он потерял вот это изъятие церковных ценностей. А у кого нет иконы, они ничего не изнимали. Зачем они? У апостолов их не было. Ниоткуда не видно. Лука написал. Ну, написал одну икону там с собой и держал ее. Превосходя их силою, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них и уходят с добычей. А эти себе самим не в силах помочь. Очень сильно похоже. Вот этот Буньос Иосиф ездил все. Икона, икона, Иверская, икона, Миротащивая. Его самого убили, икону забрали, по сегодняшний день нигде нету. Так это каждый день воровство-то идет. Я ужаснулся, в интернет зарядил. Храмы, храмы везде как. И тут в Новосибирсе обокрали у старообрядцев. Кто их по тебе интернету показывал? Нет. Храм стоит, там икона обязательно. Днем пришли, осмотрели. Ну, а потом дальше старожей связали, хоть и хорошо не убили. И что, как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото и серебро боги. Я показал, как похоже. Иконы это не идолы, но очень уж похоже. Очень. Еще он страдает из-за них, батюшка. Он себя просто обнаружил, что он привязан к чему-то. Дальше. Первое Тимофея 6.19 Собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Вот что надо заниматься. Сокровище какое доброе, духовное. Колоссянам 1.5 Это я батюшке тому бы написал вот это. Вот, может быть, Максиму отправим это. Надеждина, уготованная вам на небесах. О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования. Колоссянам 3.2.4 О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. Вы умерли? Еще вот это сразу. Два мертвеца. Что, украли тебе что, машину? Ездить тебе нельзя. А машин сколько воруют? Переклепывают номера. Конца края нету сколько. А другое имущество? А в магазинах? Это что? Так все же открыто. Никакого не надо совершенно тут в компьютере или в интернете, или показывать. Это все открыто. И в храме Христа Спасителя открыто все. И в Елоховском соборе. Никогда не было, чтобы иконы были, и чтобы их прятали. Она икона для того, чтобы ее видели. Иакова 1, 2. С великой радостью принимайте, братья мои, когда владеетесь, впадаете в различные искушения. Это с великой радостью надо принимать. Это искушение. Украли. Но еще, я пока казалось, учил людей, стоял, а коснулось. Ну, сказал бы, необходимо, и без чего жить нельзя. Украли у тебя. Я понимаю, у Риза украли, то служить можно в костюме обыкновенном, без галстука. Украли у тебя что, уголь? Зимой тебе топиться нечем. Ну, тут понятно. Украли икону, они тебе и не нужны были. Рассуди так. Да прими как милостыню. Нету, обида какая-то. Вот и обнаружился. Дальше. Лука 10, 42. Одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вот что, какое она сейчас избрала? Иконы обтирать пыль? Нет, она сидела у ног Христа. Слово. Вот, батюшка, сиди у ног Христа теперь, тебе не надо будет как-то украли. Там, может быть, сигнализация была, не слышал, или как-то подробности-то какие-то. Дальше. Лука 12, 33. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Ну, не продал, скажи милостыню, иконы. А тут преступник взял, его посадят сейчас. Приготовляйте себе влагающее невершающее, сокровище неускудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Вот как оказывается, где вор-то не приближается. Икона. Тебе еще икона, когда с его Божьей Матерь икону, так она сама там ее там не украдут. Вот святой был, он теперь на небе. Чего из пахтокарточки-то бьетесь-то? У нас вот икона, вот они, зайди сюда, вот икона-то, они все бумажные. И ничего и нет. Всякие иконы тут сейчас из Сталина и Гитлера рисуют. Это прямо уже молятся на моленное. И вон там вверху справа, это Иосиф Петроградский. Икона хорошая, тут я в интернете нашел. Он ногами вот так попирает Сергия Острогородского, как змея горыныща, и давит его там жезлом. Митрополита. Редкая такая икона. Матфея 6.19 Собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Если ценное такое, все, у меня уж крали шланг. Поливать нечем. Я должен сразу идти покупать. Без шланга-то засыхает все. Ну, ведрами стали таскать. Вот, вот рядом. Я выгляжу, в бочки не течет. Надежда Васильевна, а что не течет? Она глянула, а шланга-то и нет. Она тут же была вверх. А кто-то шел там с ночного разбой. Это подхватил, из него вода текла. Вот через один дом и к нему во двор идет. Я пошел, уже не отдали. Цыгане были. Уже все. Ну, и во славу Божию. Я говорю, ладно, Господи, прими, как милостынь. И все на этом. И дальше. 1 Тимофея 6.17 Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Ну, все обильно. Икон нет. Вот сейчас вы все иконы даже украли. Ну и что? Ну, взяли и взяли. Тогда она копейки стоит. Я в тюрьме сотрудничал, так я в каждую камеру большие иконы такие заносил. Иконы там стоят, смотрят они. 1 Тимофея 6.8.10 Имея пропитание одежду, будем довольны тем. Вот и все. А желающие обогащаться впадают в искушение в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Это я расценит иконы. Это они, знаешь, у меня вложено туда. Ну, бывают люди там разные поделки какие-то, старинные картины драгоценные, Пикассо там. Если есть, это очень дорого стоит. Даже обыкновенная марка Филателии купили, кажется, за 300 тысяч долларов. Ужас. Даже одного бы не дал. До когда относятся там века два назад, австралийское. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись... Ну, Малыш, ты прочитал, вот, Экклесиаста. Нет, он не прочитал. Экклесиаста 2, 26. Ибо человеку, который добр пред лицем его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим, и это суета и томление духа. Отдать доброму. Откуда мы знаем? Гор вам недобрый. А может, где-то какая-то польза будет. Помолиться, больше ничего не надо. А тут отношения портят. Вот такое дело. Экклесиаста 5, 9, 13. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, тому нет пользы того. И это суета. Умножается имущество, умножается и потребляющий его. И какое благо для владеющего им. Разве только смотреть своими глазами. Он теперь другой смотрит, взял икону твою. Где-то она будет лежать. Может, меньше греха будет. Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест. Но пресвящение богатого не дает ему уснуть. Я к тому взял места, показать, что иконы это старина. Если о них он так скорбит, то ясное дело, что они непростые были. И оклад, и все дорогое. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем, его вовред ему. Вот так и есть. Вовред ему. Если бы у него не было икон, он бы молился. Все. А теперь он и на литургии, и везде он смущен. И другим говорит. Вот такую тайну какую-то выдали. Тайна чего? Это тайна исповеди. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Вот. Какие места я выбрал? Дальше. Евреям 13, 5. А уж иконы, которые себя не защитят, зачем они тебе нужны? Что привлекают воров. Златоуст говорит. Что безопаснее? Спать на золотой кровати или на деревянной? Деревянная кому нужна тебе? Иакова 5, 1, 3. Послушайте вы, богатые. Плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Если у него иконы ценные, он богат этот человек. Вот плачь и рыдай теперь. Прямо сходится. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, и ржавчина их бугит свидетельством против вас, и съест плоть вашу. Как огонь вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот так. Это сокровище. Ио-1, Ио-31, 24. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу? Ты, надежда моя. Ну, они капитал вкладывают в иконы, в разные картины, что-то редкое такое, сувениры, фаборже этих, там, яйца разные, нарисованные. Деньги очень большие. Очень. Лука 12, 21. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Вот это и есть. Он потеряет все, и где он окажется. Лука 18, 24. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Трудно золотые иконы иметь, трудно войти в Царство Небесное. Ему разницы никакой нет, он у мужчин молится-то. Но это богатство, он знал, это богатство. Тут не надо говорить, что реликвия, редкая, намоленная, все это глупости. Икона, она икона. И тебе, какая разница молиться-то? Значит, ты понимал, что это сокровище твое, и Бог это убрал, чтобы лишний жир с тебя снять. Я так понимаю. Притча 11, 4. Не поможет богатство в день гнева, правда же спасет от смерти. Притча 16, 16. Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра. Приобретение разума, на все смотреть, как на временное. И мы были, может быть, только хранителями этой вещи. И Бог мог сохранить. Вот у тебя десятину ты отложил для Бога, а свои деньги остались. Золота рядом положи. Те деньги Бог охраняет, и твой ангел рядом сохранит. Мы всегда делали так, и у нас никогда не терялось. Никогда. Но Бог милует по сегодняшний день. Притча 23, 5. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья, и как орел улетит к небу. Это богатство какого-то. Вот оно и улетело, все. Солом 38, 7. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется. Он доставал эту икону, бывает с надписями, как откуда она, знатный художник, я не говорю, что там Рублев Андрей. И другие, это тоже были, это цены, и он все время знает, что это ему ценность. И Бог это убрал. Ему просто этому священнику надо дать понять, что наше сокровище не в золоте, в серебре, не в иконах драгоценных, а все самое простое должно быть. Солом 61, 11. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь в хищении. Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. Сафония. Сафония 1, 18. Ни серебро их, ни золото их не может спасти в день гнева Господа. Вот так. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля. И во истребление, и при том внезапно и совершит он над всеми жителями земли. Так что не забудьте о богатстве и прочем. Исход 22, 7. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть он заплатит вдвое. Две иконы отдаст. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судьей и поклоня... Перед судей. Перед судей. И поклоня... И поклонятся. И поклянется. И поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. То есть не брал. И тот человек, кто там снимал, он скажет, я не брал ничего. Я не прикасался даже к ним. То есть его, если бы можно было судить, я узнал, его даже и не допрашивали. А еще его будут допрашивать. Он никакой вины не сделал, иконы не брал. Это даже в Моисеевом законе и то не могут. Это по Моисееву закону. Дальше. Иеремия 2, 26. Как вор, когда поймают его, бывает острамлен. Так острамил себя дом Израилев. Они, цари их, неазья их, и священники их, и пророки их, говоря дереву, ты мой отец, и камню, ты родил меня. Ибо они оборотили ко мне спину, а не лице. А во время бествия своего будут говорить, встань и спаси нас. То есть к иконам прямо говорит. А это только первообраз. Но одна была икона, это казанская. А вот это, если пьяница, неупиваемая чаша, ей молиться надо. А если пожар какой, то неопалимая купина. То есть речь идет об иконе. Неопалимая купина. Какой первообраз там? А Божья Матерь? Да какая она неопалимая купина? Ну и дальше. Где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если могут спасти тебя во время бествия твоего. Ибо сколько у тебя городов, сколько и богов у тебя, Игуда. Ефрема про православных. Осия 7.1 Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии. Ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Это сегодня везде вор на воре. Дальше. Еуилия 2.9 Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают на дома, ходят в окна, как вор. Матфея 24.43 Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Сирахов 20.25 Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Ну вот лучший вор, вот он лучший-то и пришел, а худший-то и остался, который рядом-то лгут, обманывают и прочее. Я христианин, а зачем тебе все остальное-то? И вот я о ворах прочитал, это у меня симфония составлена, жития святых. Как поступали с ворами? Если он священник, он должен это знать. Вот читай. 19 января это по старому стилю. 19 января. Макарий Египетский. Возвратясь в келью, застал вора, выносящего вещи. Сам же и помог ему погрузить все на ослах. Он увидел, что икону вытаскивает. Ну и затащил к тому машину, отдал бы их и все. Бог избавил тебя от лишнего. Дальше. 28 января. Ефрем Сирин. Ложно обвинен в краже овец. Исследуя себя, нашел, что он виновен в похожем, никому неизвестном доселе грехе. То есть раньше где-то. Да. Я выступал у преступников, когда говорил, так они это близко восприняли. Там где-то он был юноша, такой, Ефрем Сирин-то. Ну его взяли, что шесть советчик украл там у кого-то. Он говорит, я даже не видя, там и не был, доказали. Все, судья, завтра уже приговор будет приводить в исполнение, удрать будут. А другой говорит, да как это все. А мне, говорит, сказали, я с прокурорской дочкой был, обманул, обольстил ее, а я с ней даже не гулял. А там один еще встал, говорит, вот и говорят, такое-то, такое-то, а я даже и не знаю, и тоже. Ну ладно, говорят, убийсть ее одного там обвиняют. А это Ферьем сидел, вот и просто сидят там, курят, разговаривают. А тот сидел и думал, а пять-то лет назад я с соседом поспорился, он и гневливый был, Ефрем Серин там, и взял ему тут заварину, то открыл я ворота, а то осы вышли, и волки шесть советчик зарезали. А он говорит, и сейчас в шести обвиняют. А где-то теперь на меня и пришли, он говорит, эй, друзья, я виновен. А как так? Ты же говорил, не виновен. Я припомнил. А там один послушал, говорит, так если так рассуждать про Ковровскую дочку, так я до нее-то там с другой был-то, я тоже бросил, ее оставил. Так выходит, и я виноват? Он говорит, так, а тот, который за убийство, так если так рассуждать, у меня тоже, я по совету говорю, это волкодавы у меня такие, и там какой-то бомж был. Собаки бросились, но сильно порвали, я бы мог отбить, но подумал, на меня покажет, не стал трогать, а него разорвали просто, растянули. Так я, выходит, тоже убийца. Я это в тюрьме рассказал, и там движение было. Это очень полезно. Да. 2 марта. Арсений Тверской. Вор хотел украсть покров с мощей, но был отброшен невидимой силой. Ну, вот, от икон не было отброшено, значит, уже не сходится. Я и не настаиваю на этом, но, однако, было так. 5 марта. Канон. Канон. Конан. Конан и Саврянин. Бесы ловили воров и жгли. Бесы, которые у него уже воровали, их бесы ловили. Они огороде у него тяпали, бесы воду носили. Если кто против Конана что говорил, они тащили и в русскую печь их толкали. За него. У него власть такая была. Дальше. 6 марта. Ио Анзерский. Духовник Петра I воров под тяжестью похищенного усыпал. Усыпал. Усыпил на 5 суток. Что ты так плохо считаешь? Плохо видишь или что? Прям ошибка на ошибке. Давай, 22 апреля. 22 апреля. Федор Сикиот. Вор стоял, как связанный. Не мог, подошел, взял и дальше не может никуда идти. 3 мая. Феодосий. Монастырь отдал на сохранение, а инок украл. Феодосий нашел. Украл, в монастыре ворует. 10 мая. Василий Мангазейский. Был в храме, а воры украли хозяйское добро. Хозяин ударил по голове ключами и убил. Ну, видать, ключи-то были от складов такие здоровые. И все, церковь его канонизировала. Сейчас в Амсиле Мангазейске. Еще больше не было у него. 15 июня. Я для того, чтобы увидеть, как поступали в житиях святых, и маленько священнику, чтобы утешился, сказал, ну вот у меня сходится так, ну и пусть так будет. Что? Дуло страстотерпец. Монах украл у другого сосуды. Зачем они ему убили? А по подозрению взяли его и жестоко пытали. Дуло вот этого. Прожил три дня после пыток и умер. Вор найден. А, вор найден. Пытали так его, что оторвали челюсть. Я вам надеюсь, что несовместимое с жизнью. 19 июня. Поисий Великий. Случилась кража. Обратились к нему за помощью. Он указал, где находится краденое. Но вора не открыл. Но вора не открыл. Почему не открыл? Ну и вот все. А у тебя вора открыли, а похищенного не вернули. Наоборот все идет. 28 июля. Иоанн воин. Ему молятся, как покровители от воров. И он открывает похищенные. Вот помолился бы ему и успокоился. Восьмое августа. Мирон. Воры похитили у него жито. Это пшеницу. Но не могли поднять. И он им сам помог. Во. В 17 августа. Алипий. Данные на рисование иконы. Иноки украли. Украли. Что там доски были, краски. А иноки все это украли. Ну и что. Поблагодарил Бога. Он ничего не стал делать дальше. 24 сентября. Некандр Псковский. У крестьянина украли лошадь. И он пришел к святому с печалью. Тот же сказал ему. Скорби об укравшем. Оказалось, что при переезде через ручей лошадь сбросила вора. И он утонул. А она прибежала домой. Он заранее ему сказал. Вот так он плакать надо. 24 октября. Арефа Печерский. Тайну хранил богатство в монастыре. И заболел от печали. Кто благодарит насильственно терпя лишения, принимается как милостыня. Возложи на Господа печаль твою. Вот и все украли, украли. Как милостыню прими Господь. Они не пойдут на это. То есть он прямо привязан к какой-то тарифе. Вот освященнику тому надо как-то дать знать. 26 октября. Дмитрий Солунский. Один воровал свечи. И Дмитрий умертвил его после своей смерти. Вот так. Это было такое. Мы считаем один был. Он фамилия говорю. У монаха. Вот. Это как фарет. И у него был медведь. Он на нем воду возил. А монахи завидовали. И взяли убили. Медведь. Медведя убили. И он сильно в печали был. Размелался. Да будьте вы прокляты. Сами ничего не делать. Они все четверо умерли. Вот какая сила была. 12 ноября. Иоанн Милостивый. Дал заем купцу. Но у того корабль утонул. Сказал. Это потому что среди этих денег были твои ворованные. А тут говорят еще такое. Одного священника тоже своровали. Так у него там был портрет. Портрет от губернатора. С подписью. А у губернатора посадили как вора. Лет 10 навинтили ему. Ну хоть у тебя ворованное рядом было. И вот тебе и украли. Потому что ты вора чтил. Вора уже доказано. Уже суд определил. Все. Миллионы награбил. А он священник этим кищился. Говорит. Тоже икону украли. Снова дал ему в долг. И снова утонуло все. Спросил. Чей корабль был среди твоих? Оказалось что другой корабль. Пристал к ним. Который ворованный. И тоже утонул. Тогда третий раз. Тогда решил с ворами не знать. И все. Доплыл. Вернул назад. И вернул все два корабля. Которые были. Наторговал. Рассчитался. 31 декабря. Милане. Сестра царя считала. Святотатством брать. Из посвященного нищим. На нищих отдали деньги? Или что-то подали-то? Никогда себе и грамма не бери. 17 марта. Макарий Калязинский. Имущество монастыря. Какое было имущество? Имущество. 2 303 двора. Вот какое имущество было? Слушай. У монастыря. 12 тысяч мужеского пола. Это они работали на монастырь. От них брать мы уже. Это только в одном месте. А остальное тут дарили им за это. 2 303 двора. 7 июня. Маркел. Имущество палачам. Палачам отдали. Которые казнят. Он сказал ему отдайте. 26 августа. Адриан спросил. А как быть с именением? А ему ответили. Забудь временное и приобрети вечно. Забудь ты временное иконы. Они как идолы себя не могли защитить. Что тебе из-за них трястись-то? Ну, дорогое было. Да, покупал ты. Но только делов-то. Я не понимаю, что поп потерял веру совсем. Прям рассудка лишился. Я про Максима говорю. И говорят, с цепями вместе все утащили. 13 октября. Карп Валерий отдал имущество святых леветникам. Вот так. Вот я в несколько мест взял. По слову Божию, как они поступают неправильно. Ну, а вы же, вот у вас в Потеряевке, говорит, воры были. Вы же задерживали их. Мы сами поймали их. Поймали. Это Бог так сделал. Поймали их. Воров этих. И в милицию сдали. А милиция там уже решает. А что в Потеряевке? Как они? Так едут мимо. Это же видно, где трактора стоят. Они приезжают. Горючее сливают и все. 300 литров сразу из бака. Из-за того, что поймали. Соседние деревни. Они смотрели интернет где-то. Ничего они не видели. Они рядом днем проезжают и видят. У него большой так бак стоит с горючим. Слили. А что брать-то? Уже взять нечего. Когда захватили его. Там одна канистра. А остальные я не брал. И все. Эти-то не святые милиции. Это начальник уголовного розыска. Нынче взяли их. Они четверо приехали. Одного взяли. А трое в кусты забежали. Милиция даже не ищет их. А там брать их нечего. Голыми руками можно. То есть они или делятся с милицией, или переодетые милиционеры воруют. Вот что я бы хотел, чтобы Максим Козлов в МГУ знал. И батюшки другие не убивались. Вы заранее бы эти богатства-то свое уменьшили. Ну и все. Я думаю, что? Как ответ? Пойдет? Ну, пойдет. Согласно Слову Божию. Людей неверующих это скучно. А что я тебе-то скажу? Ну, снимали, были. Где? Он на их не водил. Если он виноват, и кто там снимал, так подай в суд на него. И пусть его арестуют, высчитывают. Есть такая статья? Нет, конечно. Никакой статьи нет. То есть она понимает. Он ничего не сделает. А у них там есть наружное наблюдение везде. И двух человек, которые украли-то. И нигде их даже не заметили. Когда они прошли, и взяли. И главное, мощи там были. Ой-ой-ой. А Татьяна покровительница студентов. Ей больше заниматься нечем. Блудников охранять. Покровительствовать. Как сейчас. Вот я смотрел. Вот смотри, какие иконы. Они сдурели с иконами. Я просто покажу сейчас. Гляди. О. А, что тут пишут? Это патриарх Кирилл и кто такой? Уоррен Баффет. Слышал такого? Слышал. А? Да. Очень-очень богатый. Второе место в Америке занимает по богатству. После Билл Гейтса. Что патриарх? Построил замок в Геленджике. Так. В Геленджике, наверное, правильно. Да. Полтора миллиарда рублей. А он что в это сделал? Живет в старом районе в центре Омахи. Двухэтажном доме. Купленном им еще в 1957 году. Я посмотрел, он с 30-го года. Он уже пожилой так. И какая благотворительность? О. Патриарх говорит, что? Пожертвуйте на храм. А у него какая? Он пресвятерянист. Но себя считает агностиком. Безвозмездная передача 75% состояния. Это около 37 миллиардов долларов. Представь, пожертвовал. Он распределил на 5 разных компаний, детям там. Пойти благотворительным фондом. Самый щедрый акт благотворительности в истории человечества. Вот, пожалуйста. То есть для сравнения они показывают. Вот какие люди. Что есть. Вот еще икона. Кто это такой? Ну, это, конечно, все-таки... И руки сложены. Как это? Как будто он священник какой-то. То есть совершенно шалели. Самый страшный тиран за всю мировую историю. 66 миллионов погубил. Бандит. Он грабил кассы. Все, до этого. Сажали-то его как. Дальше. Ну, про это что сказать. А вот смотри, еще что придумали. Кто это? Арсений Павлов. Моторола. Он кто? Покровитель лифтов. У него меч, крест, ордена, ну и прочее. И еще сделали. Брат, ему надо помолиться, чтобы лифт заработал в этом доме. Где мы... Дальше. Смотри, еще что. Гляди. Какая икона. Святой Адоль Гитлер. Майн Камф в руке. У него копье. Да, это специально... Это издевательство просто над нашими верующими-то. Как оно... В церкви молятся. Молятся. Указано где, в каком храме. Издевательство. Что ты это взял, друг? Конечно, издевательство, если по большому счету туда брать. Ну и все, пока.